Олег Лязгин. Кто ты? Как найти себя и достичь успеха? Кто ты? Вопрос, который интересует каждого. А ты знаешь ответ на этот вопрос? Ты уверен, что смог найти себя и нашел свое место под солнцем? Эта книга не является путеводителем по жизни или инструкцией по применению, но в какой-то мере примеры и наставления, описанные в ней, могут максимально приблизить тебя к ответу на один из важнейших вопросов всей жизни. Написанная самым простым человеческим языком, без особо сложной терминологии и не основанной на сложносоставных предложениях, книга будет понятна каждому слушателю. Примеры построения успешной жизни обычных людей расписаны достаточно просто, что с легкостью поможет выстроить для себя свою ситуацию и разобрать ее. Слушай, думай и реализовывай себя. Добейся успеха, постаравшись найти себя и дать себе ответ на вопрос «Кто ты?». Краткость «Сестра таланта». Основная суть не растянулась на множество страниц, она компактно расположилась в этой книге. «Всегда помни, что ответы таятся в тебе самом и знай, ты и есть источник успеха». Когда мы становимся взрослыми и самостоятельными личностями, мы часто задаемся вопросами «Кто я?», «Кем я являюсь в данной жизни?», «Кому и чем я могу быть полезен?», «Чего я желаю на самом деле?», «Нужно ли мне это все?». Приблизиться или даже получить ответы на поставленные вопросы ты сможешь, внимательно прослушав данную книгу, проанализировав самого себя. Поиски себя могут продолжаться практически всю сознательную жизнь и далеко не всегда могут увенчаться успехом. Простые и понятные каждому примеры, жизненный опыт каждого из вас, законы психологии личности и общее мировосприятие приблизят и помогут каждому разобраться в себе, своем предназначении и, как следствие, в индивидуальном жизненном успехе, чтобы получить максимально исчерпывающий ответ на вопрос «Кто ты?». Данная книга не является инструкцией по применению. Она лишь немного приблизит вас к рациональному мышлению и в достаточной мере поможет раскрыть ваш личный потенциал и возможности. Спокойная и тихая обстановка – это как раз то, что сейчас тебе необходимо. При прослушивании данной книги предлагаю очистить сознание от посторонних мыслей, проблем и задач, отбросить абсолютно все, что было до того момента, когда ты включил эту книгу, и просто позволить себе расслабиться мысленно, духовно и физически. Хочу добавить еще больше. Ты имеешь абсолютное право это сделать, так как только ты являешься хозяином своей собственной жизни, полноправным властелином своей судьбы, художником своего счастья и амулетом, приносящим успех себе и окружающим, и делаешь этот мир капельку лучше. Сложно расслабиться и сосредоточиться, когда ты и твои мысли под завязку загружены рутиной бытия и вытекающих из него проблем. Когда ты истощен физически и морально, и тебе кажется, что уже совсем не остается сил, всегда знай и помни это первое и, пожалуй, единственное правило, что ты уникальная личность. Ты хозяин своей жизни. Ты человек очень важный и необходимый этому миру. Ты часть этой большой и неразрывной цепочки, и именно ты необходим здесь и сейчас. Позволь себе любить окружающий мир и самого себя, и Вселенная ответит тебе тем же. Всегда находи время для отдыха и размышлений, расслабления и перезагрузки, диалога с самим собой, со своим богатейшим и прекрасным внутренним миром. Очень вероятно, что ты уже переработал и прочитал множество литературы о том, как достичь успеха, отыскать гармонию в себе и как разбогатеть. Все это хорошо и правильно. Возможно, в тех книгах описана большая доля правдивой информации, бытия и возможностей. Но запомни, что всегда и все начинается с самого себя. Согласитесь, что невозможно стать великим артистом или выдающимся музыкантом, получить славу и деньги, если на то нет предпосылок, верно? Конечно, можно пойти от обратного, например, научиться этому. Но если это не есть ты, не есть твое предназначение, то никакие заоблачные гонорары или возможности купаться в лучах славы не смогут привести тебя к успеху и сделать счастливым. Поверьте, публика это скоро прочувствует, и ничего не останется, как вновь искать путь к самому себе, так есть вновь возвращаться к вопросу, «Кто ты?» Верно? Конечно, можно найти путь легче и проще, и, поверьте, он существует. Нужно лишь вовремя задать себе тот вопрос «Кто я?» и «Кем я хочу стать?» Понятие «вовремя» — оно относительно. Для одних это время наступает уже в 18 лет, а кто-то другой пытается найти себя и в 60 лет. Конкретного возрастного порога не существует. Никогда не поздно будет задаться этим вопросом и попытаться разобраться в себе. Один из основных аспектов нашего предназначения скрыт в нашем детстве. Именно в детском возрасте наши мысли и души чисты, и мы видим мир таковым, какой он есть, в нашем воображении и видении происходящего. В этом возрасте мы еще не способны просчитывать риски, рассчитывать свои силы и возможности, не способны видеть опасности и не особо способны отличить правду от лжи. Мы практически все видим и воспринимаем, как оно есть в нашем воображении, но не таковым, каким оно является на самом деле. Большая часть успешных предпринимателей просто закрывали глаза на возможные проблемы, на возможные нет, и это способствовало их продвижению вперед, преодолевать многочисленные сложности в достижении хороших результатов своей деятельности. Всегда помни и говори себе это. Я умею ставить цели. Я не могу терпеть поражения. Любое действие подвластно моим силам. Я и есть успех. Итак, цель, стремление, результат. Рассмотрим этот процесс более детально. В самом начале у нас возникает мысль, идея. Мысль порождает желание. Желание выстраивает цель, алгоритм достижения цели. Цель порождает действие. Действие дает результат. Цепь замкнулась, и вы получили результат своих мыслей, идей. Здесь напрашивается простой и понятный всем вывод. Мысль, достигшая результата, это замкнутый циклический процесс, имеющий собственный алгоритм действий. Теперь становится несложно догадаться и понять, что сама мысль, идея, достижима. Вероятно, то, что вы уже не раз слышали или где-то читали о том, что мысль материальна, верно? Я привел вам пример этого процесса в его наглядной структурной формуле. Итак, возвращаемся, святая святых. Так есть колыбель нашего детства. Давайте попробуем отыскать там себя. Каждый из нас очень любил какое-то занятие. Что-то нам особо нравилось, и кем-то мы мечтали стать, верно? Именно здесь может скрываться ответ на вопрос «Кто ты?». Давайте разберем это на наглядных реальных примерах. Такой образ подачи информации будет более доступен, понятен и интересен для каждого. Пример. В детстве, скажем так, в возрасте от 7 до 15 лет, кто-то из вас мечтал стать космонавтом, и таких много, верно? Разберем, с чем же это все-таки связано. Любовь и интерес проявляются тут прежде всего к неизведанному, космосу, планетам, космической технике, звездам, возможности освоения чего-то нового, познанию иных форм жизни и так далее. Но как это сможет помочь именно вам и дать ответ на вопрос «Кто ты?»? Здесь присутствуют некоторые составляющие того звена, о котором я упомянул ранее в формуле. Итак, у вас была мысль, идея, у вас появилось желание, но если вы слушаете эту книгу, значит, многие из вас так и не перешли к постановке целей и действиям, чтобы получить желаемый результат. Допустим, вам 21 год, и вы слушаете эту книгу. Знаете, вы все еще можете стать космонавтом, ученым, да кем угодно в данной отрасли. Важно то, что вы уже пытаетесь найти себя. Вспомнили мысли, идеи, проявили желание. Теперь необходимо поставить цель и предпринять необходимые действия. В данном примере необходимо заняться укреплением здоровья, приступить к изучению наук, связанных с данной областью, заняться изучением соответствующей литературы. Может случиться так, что ты действительно сможешь стать космонавтом, но если даже и нет, то не стоит отчаиваться. В данной области много других примеров.